По другим темам. Изымают, штрафуют, грозятся снести. Почти два года городские чиновники пытаются вразумить владельцев нестационарных торговых объектов, что продавать алкоголь, а также любые спиртосодержащие напитки в киосках нельзя. Однако отказываться от легких денег некоторые предприниматели не желают. На что готовы пойти чиновники, чтобы остановить незаконную деятельность владельцев ларьков, расскажет Елизавета Халикова. Девушка, откройте. Мы хотели бы вопросики задать. Однако общаться с представителями власти продавщица не пожелала. Ведь в основном посетители этого киоска совсем не чиновники, а любители выпить со всего района. Поэтому и богатый ассортимент алкогольной продукции продавец не скрывает. На витрине не только пиво, но и спиртосодержащие косметические лосьоны. Мне кажется, кроме как беспредела предпринимателей, недобросовестных к тому же, которые хотели бы получить всю минутную прибыль, больше это комментировать никак нельзя. По-моему, даже здесь сигареты есть. И сигареты продажи. И сигареты продажи. То есть, скажем, ну, весь букет нарушения закона. И таких киосков, в которых круглосуточно продают алкогольные напитки, около 15 по городу. Каждый из них чиновники штрафовали не единожды. Но результата нет. А вы не боитесь торговать? Как вы считаете, ей можно торговать из киоска? Вам сказал, что можно. Хозяин сказал, что можно, да? То есть, и вы торгуете, да? Крупные штрафы до 100 тысяч рублей. Ни продавцов, ни владельцев киосков не пугают. Многие из них уверены, пиво и различные настойки не алкоголь. То есть, это спиртосодержащая жидкость? Она приравнивается к алкогольной продукции. В нестационарных торговых объектах алкогольной продукции торговать запрещено. Если это бытовая химия, то с продуктами питания на одной полке не должно находиться. Сегодня в присутствии свидетелей мы расторгаем мировое соглашение и готовим документы на демонтаж. Представители власти отметили, в ноябре с улиц города исчезнут еще около 10 киосков. Их владельцы должны были привезти территорию возле своих торговых объектов в порядок и не нарушать закон. Елизавета Халикова, Алексей Юферев, Бюро новостей Давича.